Нестор Иванович? Да, а вы кто? Служба Безпеки Украины. Служба Безпеки Украины? Так. Та ладно, серьезно, это вы? Блин, вы красавцы. Ребят, разрешите вам руку пожать. Это ж вы недавно по Севастополю жахнули, да? Вот это подводную лодку и корабль в сухом доке, да? Блин, а я всегда говорил, что наша Служба Безпеки, ух, какие. Аж гордость берет. Нет, правда. А меня ж никто тогда не слушал. А я ж на каждом ток-шоу говорил, малюк придет, порядок наведет. И вот, пожалуйста. Нет, правда, молодцы, молодцы. Ну, в любом случае, спасибо, что зашли. Будут еще хорошие новости, обязательно заходите, рассказывайте, все. Рад был видеть, как говорится. Нестор Иванович, вы не зрозумели, мы до вас с обшуком. В смысле, с обыском. Так, а чего вы не предупредили? Я бы хотя бы убрался отсюда. Так вы прямо сейчас хотите вот это обыскивать? Так. А, слушайте, а давайте, может, завтра? У меня просто дома небольшой беспорядок. Вы просто, если будете что-то искать, вы у меня в этом бардаке ни черта не найдете. Ну, и плюс сегодня нет времени, мне еще надо срочно сбегать за границу. Вот, надо сбегать, если успею. Уже не успею, да. Нестор Иванович, а шо це таке? Где? Вот это? Так это, ну, тут понятно все, это мой этот, как его, ну, спортивный костюм. Пане Шуфрич, це російський китель з генеральскими погонами. Да? Да. Да вы что? А я дурак на пробежке в нем каждое утро выбегал. Я еще думаю, что на меня люди все смотрят, как на долбобежца. А оно же в нем еще и бегать неудобно. Вот это, знаете, помните, гремит, бряцает все вот это вот, железяки все вот эти круглые на груди. До речи, стосовно круглих залезяк, звідки у вас всі ці медалі и ордена? А, так это не мои. Мне их подбросили. Кто? Собака моя. Подброс-терьер, порода такая. А она все вот эти вот медали где-то вот на выставках в России постоянно выигрывает, потом приезжает и мне подбрасывает. А че вы на меня так смотрите? Мы же вроде в Раде не принимали закон о запрете выезда собак в Россию. Или принимали? Не, вы скажите, я просто в Раде давно уже не был. Нестор Иванович, у вас в всей комнате целая коллекция військовой формы радянского зразка. Как вы это можете пояснити? Так это вообще не ко мне. Я ж эту комнату в аренду сдаю под склад ребятам из нашего театра. Какого театра? Театра ватного зрителя, этого юного зрителя. И навещаю юнакам российско-військовой формы? Да понятия не имею. Может они ее сжигают в конце спектакля под какую-то там патриотичную музыку. Не знаю. Может просто плюют на нее во время представления. Вот я лично так бы и делал. Вот честно вот скажу. Ребят, я ж вот патриот своей страны. У меня вот даже огромный флаг Украины висит во дворе у соседей через дорогу. Можете пойти посмотреть. Нет, ну я правда патриот. Я вот каждое утро, каждое утро выхожу на балкон и пою гимн. Украинский? Украинский я каждый вечер пою. А вот все эти шабли и кавалерийские шашки из видки у вас? Вот эти, да? Так это нас с женой еще давно кинули на бабки. Мы заказали набор кухонных ножей на Алиэкспресс. А вот приехала вот эта хрень. Ни картошку ими почистить нормально не получается, ни салат нарезать. Еще же прислали не в коробке, а вот в этом дурацком шкафу с подсветкой. Пришлось вот эту целую комнату для него строить. Это просто кидало. Набор ножей стоил 5 баксов, а за доставку я отвалил 100 тысяч. И главное, деньги возвращать отказались. Сказали, что пришлют нам что-то взамен. И что прислали? Да вон вымпелы какие-то непонятные с двуглавым орлом и какой-то царской короной. Ну вон паренек ваш только что нашел. Но мне они не нужны. Там за ними должны были приехать какие-то люди в Киев, ну забрать их за три дня. Полтора года уже этих людей жду, а они так и не приехали. В общем, ребята, смотрите, я вот вам честно скажу, вот все, что вы в этом доме видите, я понятия не имею, откуда оно все здесь. Вот тут до меня жил совсем другой человек. Кто? Ну как кто? Я? Так а что вы так смотрите? Я тогда и я сейчас, это же совершенно разные люди. Совершенно разные. Зрозуміло. Пане Шуфрич, еще одно вопрос. Мы тут у вас нашли документы с вашим подписом про смену политического строя на Донбассе. Как вы это прокомментируете? А это, ну, вы знаете, смотрите, я отказываюсь это комментировать без своего адвоката. А кто ваш адвокат? Медведчук Виктор Владимирович. Там, кстати, на документах и его подписи тоже есть. Поэтому я буду говорить только в его присутствии. Это неможливо. Он сейчас в России. В России? Ну, а можно его как-то сюда привезти? Нет. Нет? А меня как-то туда, в Россию, отвезти? Можно? Ладно, собирайтесь, поехали. Да? Спасибо, спасибо. А можно я тогда китель с генеральскими погонами надену? У меня там еще штаны с лампасами есть. Не треба. Мы же не в цирк едем, а в суд. В смысле в суд? Продолжение следует...